и снова здравствуйте всем привет блендер 280 поставил именно потому что для анимации он как-то легче работает с ним как-то проще так давайте сделаем вот этому персонажу именно эффект когда он поднимает тяжести да вот это вот как чувство что ему тяжело слову так как-то так заходим в пост мод здесь именно что object мод выбираем косточки и через shift выбираем косточку вот этой штанги чтобы в анимации она тоже сразу прописывалась так теперь заходим в пост мод и вот начинаем с первого кадра таймлайн давайте вытянем так вот так все это дело перекрутим нам нужны именно первые кадры так вот чтобы было вот 1 3 видны кадры нам нужно сначала прописать именно первый кадр вот первый кадр будем выберем косточки руки так и вот начинаем их как бы устанавливать перекручивать так вот подгоняем все это устанавливаем и джи вот сюда подставляем так это пока поближе вот таким вот образом и вот эту руку тоже вот сюда как бы отводим подводим вперед и перекручиваем так теперь перекручиваем так вот кисть ну и что еще можно сделать поднимаем косточки джи кверху вот так так теперь можно перекрутить вот эти вот кости локтевые так не в эту сторону а вот в эту и и вот эту косточку вот локтевую инверс кинематик так это к верху тоже локти задираем так немножко делаем ему посадку джи и вот позвоночник как бы р подаем вперед а голову вот так вот выпрямляем так или наверное давайте голову на штангу опустим вот так вот единица на нампаде нампад под правой рукой и прописываем а и локрот так первый кадр есть нам теперь нужен 8 перематываем на 8 кадр и здесь уже будем сейчас делать ему настраивать именно кисти рук вот джи можно кисти опустить сразу давайте их перекрутим вот так вот эту кисть тоже можно сразу перекрутить как-то вот таким вот образом и джи опустить от ниже вот так и еще перекручиваем именно под штангу вот так и как бы чуть в бок но это тоже и и как бы наверное еще побольше перекрутим ну вот так вот теперь делаем наклон к штанге наклоняем вот эти вот косточки настроенные вот эти вот позвонка copy rotation так это значит тройка на нампаде так будет видней и р опускаем его так вот следом можно еще немного тазовую кость так вот эту тазовую кость тоже немножко еще больше наклонить и немножко наверное так пока не будем его именно к полу сильно придавливать джи вот руки сначала вытянем эр перекрутим еще немножко эр вот так перекрутим чтобы они подходили под штангу так он там лет джи опускаем руку и еще немножко вот эту кисть эр докручиваем ну и тут тоже немножко так вот раз как был таким вот образом дотягиваем руки полностью до штанги вот так смотрим со всех сторон чтобы именно руки правда находились в районе грифа вот так ну в принципе чем все нормально и вот теперь можно вот эту косточку тазовую вот эту косточку немножко джи еще так поставить и немножко эр наклонить позвоночник голову теперь приподнимаем так вот этот позвоночник чуть-чуть можно вот так вот так как бы ставим ну и здесь уже немножко геморроя это вот именно по пальцам сначала отключим так штангу не получится отключить ну тогда будем так вот гнуть выбираем сначала вот эти вот косточки фаланги и делаем сжимаем теперь выбираем вот эти косточки вот эти через shift и тоже сжимаем вот так вот так вот эта косточка не выбралась так ее тоже подгоняем геморрой ну зато здесь уже точно будет так вот это косточка тоже немножко уходит в бок вот так и палец как бы чуть-чуть чтобы обхватывал наш гриф теперь джи подгадываем вот так немножко джи приподнимаем и немножко джи еще наверно вперед выводим так отключаем видимость костей смотрим что да как здесь вот тоже немножко нужно будет доработать через shift вот эти косточки чуть вперед так вот эту косточку р еще вперед немножко вот так как то смотрим рука обхватила гриф ну в принципе обхватила можно еще посильнее ее поджать пальцы но пока намечаем так и вот эти тоже косточки вот эти выбираем вторые фаланги вот так делаем теперь им вот так теперь убираем первые фаланги вот эти тоже делаем р побольше поджимаем так вот этот вот этот палец р уводим назад за гриф а вторую вот эту фалангу чуть-чуть как бы придавливаем вот так вот раз и вот этот палец можно немножко поближе подвести вот так вот так вот эту фалангу р тоже можно подвести и немножко р увести подальше смотрим что тут так вот этот палец сильно один зажатый так это вот вот эта фаланга так вот эту фалангу убираем и немножко р палец уводим назад так теперь р чуть-чуть подкручиваем кисть вот так вот и вот эти пальцы давайте побольше подсожмем так вот эту фалангу вот эту ну и эту тоже вот четыре фаланги на первой кисти побольше прям зажать и вот эти пальцы немножко тоже ну как-то так так смотрим что да как сзади чуть-чуть поправляем G вот так выравнив смотрим насколько вот эта рука выпрямлена ее нужно немножко G вот сюда а эту немножко в натяг сюда чтобы они были обе натянутые и пишем A и low крот смотрим что происходит вот вот такая перемотка так есть такое дело следующий кадр нам нам понадобится именно 14 перематываем на 14 кадр ставим наверное вот в такую позу прикольно стоит гражданин и нужно сделать приседания выбираем тазовую кость еще больше его так вот садим вниз а позвоночник немножко перекручиваем вот так так немножко позвоночник еще назад нет вот этот таз ну таз тоже получается должен быть где-то так теперь прописываем а и low крот смотрим что опять же получилось ну все прикольно получается следующий кадр нам понадобится 20 ставим на 20 кадр и нужно сделать теперь выпрямление такое как бы напряг напряг будем делать вот таким образом тазовую кость выбираем G поднимаем вот так вот и немножко еще докручиваем вот этот позвонок так как-то наверное еще больше его давайте R и шею немножко кверху поднимем с головой вот так вот смотрим сбоку сзади чтобы все нормально стояло а и локрот ну смотрим какая поза вы видите что руки вытянулись и он такой как бы напрягся уже потихоньку вот он присел и такой раз ах ядреный ложь короче хотел поднять следующий кадр нам понадобится 26 так на 26 кадре вот это дело тазовую кость выбираем G опускаем еще ниже так теперь наверное перекрутим вот этот позвоночник вот так R еще больше опустим вот этот таз вот таким вот образом таз G немножко уведем вбок и таз попробуем G еще немножко приподнять и еще немножко R больше опустить ниже как бы вот так вот ну вот что-то в таком духе прикольно так пишем A и Lock Road смотрим позу вот вот такая у скелета поза так с первого раза у него не получилось поднять давайте посмотрим со второго как будет подниматься так теперь нам понадобится 34 кадр здесь теперь нам нужно сделать наоборот вот вот этот позвоночник выбираем тазовую кость вот эту и выпрямляем ее прям до предела вот чтоб руки сильно не отходили а голову немножко R вперед вот так вот или даже лучше кверху задрать вот так так и горб горб должен появиться горб вот вот так а вот эту косточку больше вытягиваем вот чтобы он теперь с горбом был так попробуем еще наверное горб побольше сделать так а вот эту косточку еще больше вытянуть вот пишем а и локрот и вот пока у нас 34 кадра так пока вот такая штука 34 кадр колесиком перематываю так смотрим что тут получается так давайте теперь вытащим полностью G ноги выровняем вот получится не получится так слишком он выпрямляется здесь должен получиться у нас еще больше горб ну где-то вот так наверное и вот эта штанга выбираем кисти рук через shift и штангу здесь лучше поднять уже с помощью моф так что это получилось штанга у меня составная теперь получается будем делать вот что выбираем штангу и выбираем вот эту косточку заходим в пост мод так что у нас получилось и делаем ctrl p bond так попробуем теперь что получается все штанга работает выбираем опять косточки выбираем вот эту кость заходим в post мод выбираем косточки руки и вот эту кость именно штанги и поднимаем все это дело вот чуть-чуть от земли вот так на вот эту голову наверное немножко прям вниз так и позвоночник еще больше вниз вот так вот выбираем так пока ничего не убираем вот это перепрописываем а и lock rod словом получилась вот такая другая поза так руки потом подкорректируем главное что все работает все на месте так теперь нам понадобится 42 так это получается 42 кадр 35 36 да 42 и нужно сделать как будто он уже поднял эту штангу так выбираем тазовую кость и ее вниз вот так типа приседаем выравниваем теперь R позвонок и выравниваем теперь R вот этот позвонок так вот этот позвонок тазовый вот именно тазовый отводим чуть-чуть вперед вот так так голову теперь R вперед таз немножко подровняем вот так вот голову немножко выравним вот так и выбираем и выбираем штангу и кисти смотрим сбоку приподнимаем распадается но ничего так нужно штангу делать именно спаянную я ее спаянную сделал ну ладно не суть вопроса поднимаем все это дело кверху вот так как-то и к телу подводим к груди вот таким образом так и немножко наверное вбок а и локрот так кадры есть прописан 42 кадра enter уменьшаем таймлайн пока и что нужно сделать нужно вот эту штангу удалить и сделать новую и уже подставить именно по кадру вот здесь вот к этой косточке прикрепить object mode это значит delete куда-то делся гриф а ну-ка получится его найти так грифа нету а куда он попал неизвестно так наверх там никуда не уплыл вроде нет сейчас подгружу новую штангу и к этой косточке так где косточка ctrl shift z и кость пропала ну не беда удаляем все это дело delete и загружаем новую штангу и так новая штанга готова давайте теперь файл импорт так где тут у нас опс штанга импорт и так что нужно сделать нам нужно вот эту штангу вот эту так сначала возвращаем вот сюда на на первый так кадр вот так выбираем штангу и выбираем вот эту косточку и жмем ctrl p ну with automatic widget смотрим что получается штангу мы берем и штанга у нас поднимается так ну вот что-то в таком духе да давайте добавим еще сколько тут можно добавить кадров ну добавляем поменьше кадров и резко опустим эту штангу так сначала выберем все косточки и зайдем в pause мод так это получается 42 43 это 1 2 3 4 5 47 кадр ставим или давайте 45 чтоб резче упало и вот выбираем теперь косточки вот эти штангу выбираем через shift и выбираем тазовую кость через shift и вот так все это делая припускаем припускаем так теперь тазовую выбираем таз и так выбираем кисти рук и штангу и теперь выбираем вот эту косточку так ctrl z что-то затупил через shift вот эту косточку которая отвечает за copy rotation так тройку на нампаде и давайте попробуем все это делаем r наклонить вот так а теперь выбираем только так косточки рук и штангу и вот так вот g так единица на нампаде еще раз g чтобы на пол она вот так упала и наклоняем r позвоночник вот так пишем а и локрот и ставим уже 45 кадров и так есть у нас 45 кадров что тут да вообще красавчик вот вообще нормально классно и вот этот кадр давайте раз он тут прикольно все сыграло копируем shift d и перенесем его чуть-чуть на какой тут попал кадр 47 и пусть будет 47 теперь кадров смотрим что получилось всю анимацию нужно теперь просмотреть включаем play так вот он берет не получается еще немного тужится вроде поднимает вот раз поднял и она резко падает и руки он бросает все прикольно все теперь что нужно сделать а теперь нужно вот между вот этими кадрами давайте добавлять здесь добавляем третий кадр вот этот именно третий и пятый добавляем пишем а и блок рот а здесь посмотрим что у нас с пятым вот это у нас пятый а и блок рот косточки даже с выключенными вот этими они прописываются с выключенной этой кнопкой так следом что нам нужно добавляем здесь тоже через один девятый пропускаем десятый ставим пишем а и лок рот и теперь одиннадцатый пропускаем ставим двенадцатый а и лок рот следом пятнадцатый семнадцатый выходит так по-моему не пятнадцатый семнадцатый так а выходит так это у нас выходит да пятнадцатый получается а и блок рот и семнадцатый а и блок рот следом идет двадцать второй и двадцать четвертый прописываем а и блок рот и двадцать четвертый а и блок рот что дальше у нас получается здесь тоже через один кадр пишем это получается двадцать восьмой а и лок рот так тридцатый а и лок рот и дальше выходит тридцать второй а и лок рот вот такой персонаж вот такая анимация теперь смотрим таймлайн уменьшаем здесь если через один ставить тоже вот после тридцать четвертого кадра это у нас получается тридцать шестой а и блок рот потом тридцать восьмой а и лок рот и получается сороковой а и лок рот сорок второй это теперь здесь уже у нас добавочная здесь вот тоже можно перепрописать а и лок рот это уже сорок шестой кадр где вот он именно первый кадр копированный ну и смотрим так единица на нампаде смотрим что получилось вот он подходит тужится пыжится прогиб спины напряг в руках в ногах вот это все дело чувствуется вот здесь вот можно даже перепрописать последний кадр сейчас посмотрим тут он поднимает бросает так эти оставляем руки а вот последний кадр давайте перепропишем сорок седьмой чтобы руки вот так вот не были так их мы вот эти руки то бишь давайте кверху их задерем g вот так и r и g назад чуть-чуть ну и эту руку тоже вот так вот как бы g вот так как бы r и g вниз посадим во ну и голову можно развернуть назад чуть-чуть и позвоночник уже выровнять ну в смысле ноги сделать ровные а эти кисти перевернуть в сторону зрителей вот как-то так r вот сюда c и как бы навесом чтобы они были вот и вот эту руку тоже r чуть вниз щелчок r перекручиваем и чуть-чуть вот так вот как бы ну так как-то что ли а и лок рот отключаем видимость костей единица нам падает shift зажатой колесико и смотрим и так вот он берет штангу пыжится дуется прогибается руки напрягаются ноги выпрямляются и вот опа так и все и ставим здесь еще чтобы быстро он не бросал вот этот кадр наверное shift d и продублируем аж до 60 ставим 60 кадров enter и смотрим что получится вот он опять же берет штангу напрягается все так рвет с места чуть-чуть задержка стоит все ну вот что-то в таком духе так вот где он отрывать штангу сейчас будет вот это так 34 кадр а заканчивает он штангу отрывать на 40 так вот 42 45 и вот нам нужно от от 30 так здесь у него рывок должен быть и от 32 до 42 да вот эти кадры мы выбираем из 36 g утягиваем чуть-чуть дальше вот здесь уже ему тяжелее здесь рывок пошел и все вот чем больше вы ставите разрыв между какими-то кадрами тем дольше это дело происходит мягче медленней g можно вот этот кадр еще как-то вот сюда перетащить так смотрим что получается нажимаем все это дело пошло пошло вот он тянет тянет опа на и вытянул 63 кадра получается 63 ставим enter так бросок у него идет резкий подъем подъем тяжеловатый вот здесь он уже напрягся прям по конкретики конкретики и вот этот кадр это 45 да да 45 давайте g чуть-чуть поближе падению оттащим получается у нас задержка рывок задержка а тоже ускорение вот раз 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 оба на все чемпион молодец так как тут еще можно подкорректировать в принципе неплохо так но еще корректировки нужны конечно где-то на каких-то кадрах вот что-то еще вот здесь вот можно как бы замедлить что ли или наоборот ускорить ну смотреть словом надо уже здесь будет корректировка если нужно тяжесть как-то сделать то мы замедляем раздвигаем кадры если ускорить резкость какую-то да то мы кадры сдвигаем которые нам нужны и вот раз тут рывок тут и упало ну вот что-то в таком духе все всем пока до свидания рендер в начале вы уже видели наверное все всем пока